Сегодня легендарная советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова поблагодарила губернатора Амана Тулеева и всех кузбассовцев за поздравления с юбилеем. 19 июля наша землячка, уроженка Ленинска-Кузнецкого, отметила 50-летие. Благодаря Марии Филатовой и ее легендарному тренеру Иннокентию Маметьеву, Ленинск-Кузнецкая гимнастическая школа прогремела на весь мир. Сегодня Филатова вместе с мужем и дочерью живет в Америке. В телефонном разговоре с губернатором она выразила слова признательности всем, кто ее любит и помнит, и пожелала кузбассовцам всего самого доброго. Олимпийская чемпионка. У нас в Кузбассе такого титула не имеет никто за всю историю кузбасского спорта. Она обладательница, двукратная обладательница Кубка мира. Она абсолютная чемпионка Европы. Вообще, примечательный факт, она почти 10 лет была членом сборной команды Советского Союза, и вот медали, которые она завоевала на соревнованиях различного ранга, составляют более 40 килограммов. В свое время Мария Филатова своими достижениями дала огромный толчок в развитии школы. Во-первых, под нее, под Марию Филатову, в свое время выделялось огромное количество гимнастического инвентаря. То есть, был такой порядок под имена. Вот под Марию Филатову выделялось большое количество спорта. Это, особенно в то время, очень значимо было, потому что с инвентарем были большие проблемы. С Марией Филатовой мы постоянно поддерживаем связь, постоянно она звонит, мы звоним, общаемся. К сожалению, она не может пока приехать к нам. Мария Филатова – это моя подруга. Мы с ней вместе начинали заниматься спортивной гимнастикой, затем вместе участвовали в соревнованиях на областном уровне, потом на всероссийском уровне, и затем вместе были в сборной команде Советского Союза. Мы вместе с ней тренировались у одного и того же тренера, это у заслуженного тренера Российской Федерации Галины Николаевны Маметьевой. Вместе ходили на тренировку, вместе ходили в школу, вместе в школу прогуливали, участвовали в учебно-тренировочных сборах в городе Москве. Естественно, были всякие и ссоры, и радости, но дружили мы хорошо. Я вот в 2002 году ездила к ней в гости, полгода у нее жила в Америке, вместе мы с ней ходили на работу, она мне во всем помогала, ну, у меня не сложилось просто. И вообще она помогает и школе, чем может. Вот девочкам купальники передавала нашим маленьким, ну, и вообще интересуется жизнью школы. Мы все работали в одной команде, выступали на одних и тех же соревнованиях. У нас была сильная команда, вот, куда входили и Галя Серкова, и Тоня Глебова, и Лена Сафонова. Вот, мы все работали вместе, вместе дружили. Мария Филатова постоянно связывается с Саинским штабом и руководством школы Олимпийского резерва. Многие не могут поверить, что эта девочка с косичками, наделавшая на гимнастических турнирах столько шума, достигла такого зрелого возраста. Но то, что ее помнят и любят в родном городе, и она его не забывает, говорит о многом. Жива легенда, и она продолжается.